Эфир начался. Всем добрый вечер, сегодня пятница, девять вечера, и мы традиционно с Ярославом Романчуком. Здравствуйте, Ярослав. Добрый-добрый вечер со славного города Львова. Я сегодня здесь, поэтому у нас условия сегодня отличаются от обычных. Да, ну нужно же менять все время интерьерщики. Я у себя за спиной все время их меняю, чтобы не было скучно, чтобы люди запутывались и не могли понять, где я на самом деле нахожусь. А я в Дубае, да? Да, какой Дубай. Если бы в Дубае, я бы выспался. У меня бы вид другой был бы. Выспавшийся, по крайней мере. Не мне вам рассказывать по Киеву, выспаться. Мы в одной лодке, в одной лодке. Да, вот вам хорошо во Львове, по крайней мере, сколько дней будете, сможете выспаться. Так сегодня ночью все, а завтра опять вечером в Киев еду, так что нормально все. Все мы будем там. Ну, зато две ночи в поезде и ночь во Львове. Три ночи спокойного сна. Да. То есть, в нашей жизни, в наших условиях это совершенно замечательное условие. Можно только позоверить. Да, ладно. Поехали. Тогда начнем. Мы сегодня раз во Львове, то быстро. У нас сегодня будет такой короткий эфир, чтобы никому не понятно, что с интернетом, непонятно, что со Львовом. И начнем заодно еще и не так, как всегда. Потому что с прошлого раза там остался вопрос в комментариях. Вот мы с него и начнем, а плавно потом перейдем. Давайте. Да, хорошо. Хорошо. Да. Какая налоговая нагрузка обеспечит рост ВВП на 10+, и сразу продолжение этого вопроса. Разумеется, это минимальное, но недостаточное условие. Имеются ли какие-нибудь примеры с такими или так далее? Замечательный вопрос, потому что он имеет и теоретическую часть ответа, и практическую. Теоретическая часть – это куча моделирования было. Это не совсем АЭШ, потому что это как бы просто попытка моделировать экономические процессы задним числом на основании исторических данных. Но вот те данные, там четыре исследования есть, на которые можно сослаться, там и американских ученых, и европейских. Я могу вот в своей книжке, вот у меня, которая вышла, там есть на это все ссылки. Считается оптимальным налоговая нагрузка, которая обеспечивает высокий темп экономического роста 19% ВВП. 19% ВВП – это опять-таки то, что там условно, вот если взять эту условную кривую Лафьера, то это как раз есть точка как бы оптимизации. Это не 10%, потому что 10% – это вот такого роста за условно период 20 лет не испытывала ни одна страна мира. Но опять-таки вопрос в том, с какого уровня стартовала. И абсолютно правильно вот автор вопроса совершенно справедливо говорит, что это всего лишь один из показателей того, что должно быть для того, чтобы этот самый рост был. Одно дело, когда это всего лишь налоги, а все остальное. Вот есть африканские страны, в которых налоговая нагрузка там 12%, а там и ни роста, и ни развития, и бандитизм, и все. Потому что, в самом деле, вот самое главное, или одним из главных элементов, или предназначено главных, это как раз вот есть то же самое верховнество права. Это защита прав частной собственности. Без этого, сколько налоговой нагрузки бы ни была, бы ты все равно будешь просто сидеть в феодализме или в тоталитаризме. И едва ли вот такой уровень налоговой нагрузки является каким-то показателем. Поэтому, как вот в любом этом системном решении, в любом рецепте экономического чуда или успеха, важен как раз каждый ингредиент. И, безусловно, одним из фундаментально важных ингредиентов является размер государства. Причем вот многие информационные цыгане сознательно искажают понятие «малое государство», говорят, что вот в малом государстве вообще ничего невозможно, ссылаюсь на то, даже вот я один из таких вот примеров инфо-цыганства, когда один из представителей этого класса сказал, что вот смотрите, в Киеве было закрытое убежище, а вы хотите, чтобы еще мало государства было? Мол, мы выступаем за малое государство, поэтому мы за то, чтобы не было даже убежищ во время войны. Это более такого глупого и вопиющего искажения понятия «малое государство» и функционал государства я, наверное, не видел. То люди, которые говорят, я не говорю про анархопиталистов в некой идеальной модели, когда все это должно работать в частном режиме, и, безусловно, одним из услуг, которые будут оказывать комьюнити как раз, являются услуги по безопасности. А тут обвинять с малое государство и либерализм в том, что какой-то чиновник закрыл убежище, и в него не попали люди во время обстрела и говорили, вот ваш либерализм от чего довел. Надо быть особым циником, либо это просто сознательная провокация, либо это человек, который просто ему лучше копать, а не думать, потому что думать там, собственно, нечего. Поэтому здесь вот мы говорим про размер функционал государства. Это раз, подчеркиваю, не должен быть больше в этой модели 19%, но если говорить про историю, то американское экономическое чудо было с размером государства до 5-7% ВВП, в это время Европа была в режиме до 10-12% ВВП, Япония десятилетиями, когда она развивалась очень быстро, размер государства был до 12%, как и Южная Корея. Тайвань сегодня, Тайвань, если взять там послевоенный период, после Второй мировой войны, это страна, которая показывает наибольший темп экономического роста в период этих 65-70 лет. Вот, и сегодня размер государства, то есть органов госуправления расходы меньше 20% ВВП, друзья. Сингапур меньше 20% ВВП, если мы смотрим, например, Ирландия 24%, Румыния 28%, то есть те страны, которые последние 20-25 лет имеют вот такой размер, а что такое размер ВВП, друзья? Это значит то, что львиную долю решений в экономике принимают частные собственники. Они формируют структуру экономики, которая соответствует реальному спросу потребителей, а не пожеланиям, хотелкам политиков. Почему вот, собственно, этот рост такой большой и устойчивый, высокий? Именно потому, что он естественный, то есть его не насаживают ни МВФ, ни ООН, ни Администрация Президента, ни какое-нибудь Агентство Развития. И он как раз, когда, да, бывают ошибки, безусловно, рынки ошибаются, но когда происходит синхронизация ошибок разных экономических субъектов, потому что кому-то пришла в голову идея развивать 10 секторов, и туда закачали бабки, и потом это все взлязнулось, вот случается рецессия и депрессия. Поэтому рынок, никто же ни в теории, ни в практике, никто не говорит, что частные субъекты хозяйства, инвесторы не ошибаются. Назовите, пусть бросит камень меня тот, кто говорит, что я за свою жизнь ни разу не ошибся. Поэтому почему вы думаете, что рыночная экономика или капитализм – это система, в которой все безошибочно совершают решения относительно угадывания и предсказания будущего? Естественно, ошибаются, но для этого есть механизм корректировки координаты действий разных экономических субъектов, чтобы в конечном итоге выигрывал тот, кто чаще всего правильное решение принимает. Поэтому, безусловно, рула в ло и права собственности. И, как вы знаете, с любого учебника экономики хорошего, или с любой экономической теории, для того, чтобы был этот самый рост, необходимо, чтобы была следующая, или вторая, или третья даже, вот эта составляющая, если взять право собственности за первую, это монетарная политика, монетарная свобода. Здесь вот опять классический режим золотого стандарта исторически показал, как самая надежная, самая стабильная монетарная система. 35 лет золотого стандарта, напомню, среднегодовая инфляция была 0,1% в этот период. Это исторический факт. Ни один другой режим, ни Бреттон Вуд, ни грязная привязка к доллару, доллару, золоту, ни тем более полностью, там вот то, что мы имеем сегодня в акканале денежную, даже близко не подошли вот к этому качеству. Поэтому вот эта история, которая, опять-таки, ее можно объяснить, почему именно так произошло, и для любителей денег и кредита, опять-таки, страстно желаю почитать книгу Мизисель «Теория денег и кредита», вот, и разобраться, собственно, и в проценте, и в тереме регрессии денег, и в бизнес-цикле, и как влияет поведение национального банка, коммерческих банков, собственно, эти все разные параметры. Вот, естественно, еще, если мы говорим про современную Украину, да, и как нам, условно, сделать после победы над расшистами вот систему, которая бы росла на 10% ВВП длительный период, конечно же, нужно нерегулирование, опять-таки, конкуренция стандартов, и вот опять мы говорим про то, кто должен управлять неопределенностью и риском. Если вы считаете, что у нас государство является неким страховщиком последней надежды, то только чиновники знают, откуда исходит угроза потребителю, значит, вы будете делать систему, в которой будет много лицензирования, процедур, регламентов, сертификатов, согласований, артистатов и так далее, и так далее, и, как показывает практика, это все выражается в вот эти все шлагбаумы, это эти все, значит, препятствия замедляют экономический рост. Поэтому я уверен, что для Украины нужна система, когда рисками управляют сами предприниматели, производители, в режиме арбитража с потребителями. Такие системы, безусловно, существуют. И даже если, опять-таки, важно, чтобы, а сегодня это, возможно, легко сделать через информационные каналы, формировались бренды, формировалась репутация, формировалась то, что называется soft power, производителей, кредиторов, потребителей, даже если они большие, и тогда будут случаться эксцессы. Будут, конечно же, люди с плохими намерениями, но эти намерения быстро выйдут на явь, и долго на рынке они не продержатся. Опять-таки, приведу вам исторический факт. За последнее, вообще, экономическая история не знает ни одного примера долгосрочного экономического успеха на микроуровне той компании, которая бы занималась мошенничеством, обманом постоянным и злоупотреблениями в отношениях либо с своими клиентами, либо с потребителями. Так что, вот, друзья, исторические факты говорят, что рыночным механизмом управления рисками альтернативы нет, если, опять-таки, ставить за задачу обеспечить этот самый быстрый долгосрочный экономический рост. И вы заметите, вот если мы это все сложим вместе, ну, понятное дело, Украина после войны, мы никуда не денем 11 миллионов пенсионеров, мы никуда не денем 2,5-3 миллиона людей, которые будут там либо нуждаться в реабилитации, в помощи, потому что они будут инвалиды. И это вот та нагрузка, которую нужно будет решать, опять-таки, совместно. Часть будет направлена денег из бюджета, но часть нужно будет так организовать систему добровольной помощи, систему charity, систему оказания вот этих услуг, чтобы весь мир также участвовал в поддержке вот наших вот этих людей, которые пострадали во время войны. Ну, благо, если мы, надеюсь, не если, а когда мы выбьем, я в этом очень хочу надеяться, сделаем все, чтобы это было. Мы выбьем страховые платежи от нацистов, агрессоров, а также репарации конкретные для людей, которые должны получить каждый конкретный человек, который потерял родственников, друзей, не друзей, родственников, понятное дело, или который стал инвалидом, вот они должны получить по миллиону 2 долларов компенсации. И на эти деньги, конечно же, можно будет организовать как раз и медицинское, и психологическое там обслуживание, материальное разного рода процессы для того, чтобы максимально быстро интегрировать этих людей в экономику, в обыкновенную жизнь. Поэтому опять, когда мы говорим про некую системность в обеспечении экономического роста, напомню мой любимый образ, либо украинский борщ, который стал наследием ООН, либо киевский торт, который мне очень нравится, когда все ингредиенты качественные, рецептура основана на науке, а не просто на хотелках чиновников, либо богатых людей, либо международных организаций. И опять-таки уникальным активом Украины является вот это пассионарное стремление людей к воле свободе, желание и возможность самоорганизоваться. Я уверен, что путь к децентрализации системы управления, системы принятия экономических решений Украины является единственным правилом. Тут можно спорить относительно единицы децентрализации, что должно быть, город 100 тысяч, либо эти громады 2-3 тысячи. Это уже как бы вопрос дискуссионный, но опять-таки в этом плане нужно выбрать просто какие-то параметры и применить эти параметры, логику формирования вот этого всего ко всей стране. И все, и наступит конкуренция регионов, конкуренция идей, конкуренция инвестиционных возможностей. И в таком раскладе Украина, уверен, за одно поколение реально может встать вровень с сегодняшней Польшей, Румынией, Болгарией и даже опередить их. Но пока это все планы, пока наши чиновники не хотят выпускать из рук золотую рыбку, которая им тут привалила в виде и финансовой помощи, и того, что можно творить, вообще все, что попало. И последние инновации, когда Министерство финансов предложило еще и 19,5% брать с нелегальных волонтеров. Человек собирает на карточку деньги на помощь армии, то с него еще прилагается брать дополнительные деньги. И это, мне кажется, странные новации, которые просто удивляют. Самое страшное в этом всем, когда вы используете образ рыбки, я использую данную ситуацию образ сети, которую чиновники нынешние просто забросили в небо, и оставшиеся рыбок пытаются выловить из чистого водоема. Потому что идея облагать налогом гуманитарную помощь могла прийти в голову только какого-то изощренного, очень своеобразного... Так, я вас потерял. Да, мы друг друга потеряли, но уже нашлись. Нашлись, слава богу. Поэтому это то, что делает Министерство финансов, то, что делают налоговые органы, то, что делает Национальный банк все вместе. Причем такое ощущение, что эти рыбаки... Знаете, когда ты ловишь удочкой, и есть правила рыбалки, маленькую рыбу выпускать. А такое ощущение, что вот эти рыбаки, это пришли браконьеры с динамитом, и начали фигачить всю рыбу, которая есть, чтобы убить все живое. Вот это можно сравнить именно то, что делает особенно правительство в фискальной политике, в регуляторной политике именно с этим. Ничем не обоснованы решения, которые не просчитаны. Когда мы говорим там, вот опять, помните, когда для того, чтобы каждое действие были просчитаны, необходимо сделать оценку регуляторного воздействия. Они делают вот это для отмазки и не просчитывают ни альтернативной издержки, ни мотивацию людей, ни то, что во что-то выльется, не оценивают возможности контрольных этих органов. И самое главное, вот как отреагируют люди на такого рода предложения. Разобновление проверок, восстановление НДС и акцизов на топливо. Вот это вот сейчас гуманитарка 19,5%. Чем люди думают, я, честно говоря, не понимаю. Потому что вот когда недавно я проанализировал возможности бюджета, расходной части бюджета, если власти говорят, мы хотим получить 4 миллиарда гривен за счет повышения налогоблажения топлива, интернет-эритических товаров. Друзья, а вот вы действительно думаете, что вы их получите, это раз? А во-вторых, а у вас в бюджете точно нет возможности получить 4 миллиарда гривен за счет оптимизации сдержек? Вот я просто с карандашом сел, посмотрел, сравнил по долям, даже не вникая в глубину расходов по каждой статье, сколько тратится на оборону, на бюрократов, на чиновников. У меня получилась очень своеобразная интересная штука, особенно по одной статье. Милиция, прокуратура, суды, если взять расходы 2021 года, на это было потрачено 3,2% ВВП. В первый год войны в 1922 году рост расходов органов госуправления по этой статье составил почти 8,8% ВВП. Почему милиция, прокуратура, суды в условиях, когда миллион человек на фронте воюют, плюс терророборона, 9 миллионов уехало? Под чем обосновано более чем двукратное увеличение расходов как долю к ВВП на эту статью, я не могу объяснить. Может, у вас есть какие-то идеи? У меня идей нет, тем более, если посмотреть на взятки, которые получают судьи, они в принципе могут работать бесплатно, совершенно спокойно. Они все равно взятками себе берут. Поэтому эту статью расходов мы можем вычеркивать по-честному. И вот смотрите, я говорю одну статью, в 2022 году на это было потрачено 454 миллиарда гривен, в 2021 году 176,5. То есть я просто зуб даю, что из 454 миллиардов гривен, которые были потрачены по этой статье, вот просто очень легко найти можно было бы 300 миллиардов гривен легко. Да, 300 миллиардов. Итак, мы посмотрим дальше. Вот здравообразование, да, школа у нас сколько закрылась, сколько детей уехало. В 2021 году образование было чуть меньше 6% ВВП, в этом году 5,6, то есть на 0,4% пункта меньше. Друзья, а что такое, чем школы занимались, когда у нас радикально сократилось количество детей, количество заведений, а расходы почти 300 миллиардов гривен. Опять-таки найти возможности там очень даже легко. Пенсии, опять мы говорим про то, что мы не можем тратить денег, которым мы не зарабатываем. Взять три статьи. Пенсии, социальная защита, пенсионный фонд. Было расходы увеличены почти на 5% пунктов, они превысили 20% ВВП. Друзья, 20% ВВП даже Франция, Германия, Италия, которые там погрязли в интервенционизме, этого себе позволить не могут. Как воюющая страна может себе позволить вот такие вещи? Индексация пенсии, индексация заработных плат. Я понимаю, все занимают, все подтягивают пояса. Ну, здесь же нужно какие-то быть, не знаю, там, ну, совесть какую-то иметь нужно. Потом еще одна статья, которая вызывает, опять-таки, возмущение, и она, опять-таки, характеризует поведение предыдущих властей. Расходы органов госуправления государства на обслуживание кредитов, госдолга, да? В 2021 году было меньше, чем в 2021-2022 военном году. Как это так? Мы потратили больше 160 миллиардов гривен на обслуживание госдолга. А чем занимался Министерство финансов? Почему мы не провели реструктуризацию долга? Почему бы не договорились с нашими партнерами, чтобы на 2-3 года, когда идет война, заморозить выплаты по внешнему долгу? 160 миллиардов, друзья, это даже, даже если хорошо, вот тебе, не знаю, 100 миллиардов, ну, 50 миллиардов заплатите, но 100 вы можете сэкономить. И буквально по каждой статье, что ни возьми, даже, смотрите, вот мы берем статью, которая, ну, называется чиновничья пара, да, в 2021 году, да, на ее было потрачено 1,9% ВВП, в 2022 году 1,7%, то есть 0,2% пункта только сокращения на чиновников, которые, я не знаю, чем они занимаются, они являются источником регуляторной нагрузки, было потрачено больше 88 миллиардов гривен, 88 миллиардов, и вы не можете найти 4 миллиарда гривен, которые вы хотите снять за счет дополнительных налогов на топливо, как не стыдно, да, и вот такие вещи, например, траты называются другие сектора экономики, в этом, в 2022 году более 57 миллиардов гривен потрачено. Вот, потом, значит, то же самое медицина. В медицине, это вообще, ну, я понимаю, что, может быть, там, издержки, связанные с фронтом, если это так, то это, но, опять-таки, думаю, скорее всего, тогда логично было бы войну, то есть поддержку вооруженных сил, а тут, получается, мы долю расходов на медицину увеличили с 3,7% до 4,2%. Это просто мы берем, то есть, когда тебе дают деньги там международные организации, ты не считаешь ни дефицит бюджета, не учитываешь ни издержки по растущему внешнему долгу, ты просто превращаешься в тумбочку, которая принимает эти деньги и раздает их направо-налево и говорит, а мы же успешно работаем, мы крутой Минфин. И при этом в 2022 году, друзья, подчеркиваю, когда размер госрасходов, да, ставил почти 71% ВВП, экономика лязнулась на 29%. И когда в этом году, я слышу, вы знаете, мы достигаем успехов в стабилизации экономики, потому что экономика может выйти на темпы роста 1-2% ВВП, после падения на 29% и это успех. Я просто не понимаю эту метрику, да. Это как вот, возвращаясь к не менее важной теме, которую мы тоже сегодня хотели чуть-чуть затронуть, да, что такое успех в денежно-кредитной стабилизации, да. Я говорю, я вообще не понимаю, вот если, например, взять самый важный критерий, единственный, без чего нужно начинать денежно-кредитную реформу, да, или оценку успехов, это, понятное дело, инфляция. Инфляция. Хорошо, смотрим на инфляцию. Инфляция, среднегодовая инфляция в период 2003-2012 составила 11%, в 2013-2022 – 14%. То есть получается, за среднегодовая инфляция 12,5% за 20 лет – это катастрофа. И причем, когда вот Национальный банк принимает новую финансовую стратегию, называя ее финансово-фортец, да, я ожидаю, что там что-то будет такое, ну, чего не было в предыдущих программ, документах, чтобы будет осмысление ошибок, которые сделал Национальный банк, чтобы в конце концов понять одну простую истину для каждого центрального банка в мире, что вклад Национального банка в экономический рост, о чем спрашивал нас наш уважаемый слушатель, является обеспечение денежной стабильности, стабильности цен. Стабильность цен, даже если не берем там золотой стандарт, это очень высокая планка, до 2% инфляция в год, в среднем берем там период 5-10 лет, вот, а у нас 12,5%, и хотя бы в этой фортеце было хоть указано, хоть как-то, хоть намеком, в каком году Украина в конце концов выйдет в режим финансовой стабильности. Ни капельки, ни слова ничем, зато мы опять-таки, вот опять-таки теоретическая ошибка, о которой следует говорить, когда, это вот последние там 30 лет, центральные банки перешли в режим мультизадачи, мультимодальности, значит, когда у них есть кроме цели финансовая стабильность, цель, значит, полная занятость, обеспечение темпов экономического роста, финансовая устойчивость, то есть это 4 вещи, которые там навешали на Центральный банк Америки ФРС, Европейский Центральный банк тоже там, по-моему, 3 задачи, это мультизадачность себе сделал, но все подчеркивают и ФРС, и ЕЦБ, что наша главная задача сначала ценовая стабильность, а потом все остальное типа там по умолчанию. А вот у нас нет ни одного, ни второго, ни третьего, причем, когда вот ФРТЦ я читаю, когда в одном, значит, ряду стоит и ценовая, и, по сути дела, финансовая или курсовая стабильность, и получается, что таргетирует Национальный банк, он должен таргетировать инфляцию, то есть, либо он должен следить за курсом, если смотрим и за курсом, хорошо, друзья, если уж за курсом последим, давайте последим за тем, как была обеспечена там денежная стабильность или там валютная стабильность. 2003 год, среднегодовой официальный курс гривны 5.33, 22 год 32.34, я даже не беру там то, что на самом деле на рынке, то есть, девальвация гривны за этот период в 6 раз, в 6 раз. И мы говорим, мы стремимся там в Европу, мы стремимся, мы хотим показать там какие-то новые стандарты через нашу новую стратегию, и, ну, хорошо, смотрим мы тогда, что в это время, 2003-2022, делали наши соседи-поляки. 2003 год, доллар стоил 3,85 злотых, сегодня он стоит, сколько? 4,06. Вот, пожалуйста, девальвация 5,5%, причем было по-разному, но 5,5% за 20 лет, я могу сказать даже, ну, какая-то стабильность есть в режиме, подчеркиваю, друзья, открыт либерализованного платежного баланса, чего нету и никогда не было в Украине. Вот смотрим мы там хорошо по, если Польша не нравится, смотрим по Швейцарии. Швейцария, опять-таки, практически за 20 лет не поменялась. Смотрим евро. Евро, значит, в 2003 году был 1,06, смотрим в 22 году 1,13, или сейчас тоже 1,07, то есть вот это стандарты макроэкономической стабильности, которые должны были бы прописаны в Национальном банке. И что будет нового делать Национальный банк Украины, чтобы не допустить того безобразия, которым он опустил Украину последние 25 лет? Я там ни строчки, ничего не нашел, кроме как понты и очень красивые презентационные вещи, такие трюки, 6П наши ценности, у них есть миссия, у них есть там, ну, такие вещи, которые, ну, для корпораций, которые там брондируют себя, я еще понимаю, допускаю, Национальный банк, который должен быть строгим органом, дисциплинирующим денежно-кредитное обращение рынке, ну, это ручечки на очень плохой игре. Или там еще то же самое, один из показателей, который необходимо обращать внимание или таргетировать, или оценивать качество денежно-кредитной политики, это спред между процентными ставками, вот условно рыночных стран и Украины. Если взяем, опять-таки, там 10 лет спред, то там ставки были, я не считаю, там, под эти 2-3 года последних, которые там, они сами себе в голову выстроили инфляционной политикой, то там, опять-таки, там 2,5 процента, да, а в Украине какая среднегодовая ставка была за этот период, понятно, дело там в 5, куда в 5, ну, где-то в 5 раз больше, вот примерно так. И хорошо, и что будет делать Национальный банк другого, чтобы не допускать этого. И опять, понимаете, там 40 с чем-то страниц текста, много всего красивого. Я искал, думаю, слушайте, вот Национальный банк, он уже как-то намекнет на то, что инфляция и все эти параметры связаны с количеством денег в обращении. Знаете, я разочаровался, потому что и в этом документе этого простого факта, вот этой простой намека не было. Я не понимаю, кто работает в Национальном банке. Вот опять-таки, Дмитрий, к вам объяснение. Почему, когда мы, ну, хорошо, они не приемли золотой стандарт, потому что это для них слишком сложная задача интеллектуально-теоретическая, но даже если вы говорите, мы вступаем в Европу, мы вступаем в ОСР, мы ориентируемся на лучших наших партнеров, так почему же вы не ориентируетесь на них, даже в технократическом выполнении монетарной гигиены, даже в этом, и опять-таки мы просто вот только разводим руками и говорим, ну вот Национальный банк опять принял очередной документ, поставили птичку, стратегию и все, вот, и больше ничего здесь особого нет. Ну, тут уже понятно, что у нас в последнее время как-то мои коллеги-пиарщики, они больше занимаются делом, чем все остальные, поэтому, мне кажется, идет соревнование, у кого пиар круче, и кто красивее напишет текст и красивее придумает бренд, ну, от совсем маразматического бренда Фортетзя Бахмут, когда идет война, люди погибают, действительно страшная вещь, они презентуют этот бренд и хвастаются, что они его придумали. И теперь у нас все фортетзя, пункты незламности, все люди придумывают, то есть пиарщики пошли зарабатывать деньги, я так понимаю, что в администрации президента в основном сидят пиарщики, ну, это же как обычно, братьев по цеху вытаскивают и ориентируются на те критерии, которые им понятны. Если ты пиарщик, ты ориентируешься на то, как работает твой критерий, а ты в финансах же не понимаешь, ну, а что туда лезть, а там есть пышный, который знает, как зарабатывать деньги для себя и для всех остальных, ну, не зарабатывать, а манипуляциями выводить деньги, ну, и плюс еще можно показывать, это США, вот США, у них же там почти дефолт, у них там чуть дефолта не достигли, не понимая вообще, о чем речь, и не понимая, что вообще США, вообще-то слушая печатает доллары, а не гривны, и не занимается такой ерундой. Честно говоря, я когда вот слышу эти разговоры по поводу доллара, по поводу Dow Jones, вот есть группа людей, да, которая либо сознательная, либо просто потому, что лень разбираться внутри, да, она акцентирует внимание на совершенно другой повестке дня, вот, выбор Америки, там выборы еще где-нибудь, то есть у тебя ты будешь жить в дерьме, да, институциональном таком, да, для того, чтобы исправлять и здесь людей, учить в гигиене, там, элементарной экономической грамотности, но ты не будешь этого делать, потому что интересно, потому что скажешь, ну, вы знаете, там, доллар подкачал, или там, ой, вы знаете, там, деньги, денег не столько дали, вот мы сформировали резервы, там, на 37 миллиардов долларов, но нормально мы себя чувствуем хорошо, поэтому те, которые зашли в 25% под облигации могут засыпать себе спокойно, мы в этом, там, предсказуемом будущем не будем делать девальвацию, чтобы вы хорошо заработали, но это же издевательство над экономикой, издевательство над дравым смыслом, и причем, понимаете, самое страшное, что есть категория людей, вот, как я с чего начал, да, что они считают, что вот это и есть реализация принципов малого государства и либеральной политики, это самое страшное извращение, которое может только быть, когда у нас государство 71%, это просто военный коммунизм реальный, да, когда у нас есть инфляция, когда у нас есть там, не знаю, там, каких только болячек нету от интервенционизма большого там левиафана, а какие-то приходят там инфо-цыгане и говорят, о, этот либерализм, он не работает, потому что какой-то преступник в городе Киеве закрыл, значит, убежище во время ракетного обстрела, и люди погибли, ну, как можно связать вообще либерализм, малое государство, вот с этим фактом, объясните мне, ну, как это работает в головах вот такого рода людей, причем самое страшное было это люди, да, но кто-то же их зовет на эфиры, кто-то дает им площадку, кто-то считает их экспертами, вот эти люди, которые разгоняют там американскую повестку дня, там, европейскую, турецкую, там, какое угодно, блин, какие события, вот, пожалуйста, инфо-цыгане готовы привести там 28 аргументов, связать все со всем. Ну, есть такие специалисты, которые ничего не знают, всесторонне недоразвитая личность, то есть человек знает… Хорошо. Понемножку отовсюду и ничего конкретно, ну, ну, что ты сделаешь, такая жизнь. Ну, по большому счету, я не знаю, как может связать государство с тем, что охранник не открыл поликлинику, но для меня это особая вообще история, потому что этот случай произошел, там, разбит дом, в котором я прожил 30 лет. Это… Слушайте… То есть это… Это мои соседи, которые, собственно, там… Боже мой, погибли и были там… Вот, но… Ну, как, я их не знаю, но это соседи, скажем так, это молодое поколение, это возраст моего сына, девочки. Ну, и маленькая 9-летняя девочка. Ну, это… Это поликлиника, в которую я водил детей, там, школы, в которых могу летать. Ну, то есть это вот дом, в котором я прожил 30 лет. Ну, это так. Но… Также есть еще другая проблема, ну, это уже не касается экономики, о том, что людей просто не объяснили, что если летит полистическая ракета «Север», она долетит до лесного массива за 6 минут. И бежать никуда не надо, потому что нужно поспуститься на первый этаж, но не лифтом, потому что там же в доме в лифте люди застревали, потому что отрубился свет, люди застряли в лифте. Ну, то есть там история такая. Ну, как, в общем-то, обычно, когда происходит большая трагедия. Просто понимаете, когда на большой трагедии начинают спекулировать этим, говорить, что это виноват… Да, и притягивать это вообще не то, что к этому не имеет никакого отношения. А морально преступно, и выражение такого невежества дичайшего просто, понимаете? Типа, что вот мы либералы такие, сволочи, которые вообще бы обнулили государство, и тогда бы ни одного убежища вообще не было в стране, и все бы просто погибли там, и гибли под ракетами и снарядами. Вот как работает совесть и знание этого человека? Ну, если учесть, что при… Ну, я как либертарианцы считаю, что если бы не было государства, то не было бы проблем с убежищами, потому что каждый бы человек зарабатывал на безопасности людей, которые живут рядом. Это нормальная ситуация, и войны-то не было. Ну, это уже… Это тема на завтра с Золотаревым. Мы продолжим завтра разговаривать о том, как воевать… Обязательно обсудить этот вопрос, потому что вот это вот требует… потому что эти вот инфо-цыгане начинают разгонять эту тему, да. И когда… я даже никогда бы не подумал, да, что это можно в упрек поставить либерализму и концепции малого государства. Потому что даже если представить, что мы за малое государство, и оно есть у нас, да, то первая обязанность вот этого малого государства – обеспечить безопасность. А убежище – это и есть безопасность. То есть в бюджете малого государства обязательно даже есть расходы на эти цели. Там не может их не быть. Причем, понимаете, вот если взять вот такая вот трагедия, такая война, ну, такая местная власть или люди. Если мы там сбрасываемся, покупаем дроны, покупаем машины, покупаем оружие и все, что сделать, сброситься на то, чтобы иметь убежище – это большая проблема, что ли? Ну, опять же, если не потратить столько денег на чиновников, на судей, на налоговую и на все остальное, то этих денег, собираемое государство, вполне хватит и на дроны, и на убежище, и на оружие. Поэтому вот я говорю, я вот эту табличку сделал, да, и Марченко готов и представить кому угодно, в котором легко можно найти полтриллиона гривен, да, расходов, без которых в 23-м году Украина была бы более конкурентоспособной, бизнесу было бы легче и потребителям было бы легче. И нечего разгонять инфляцию, нечего разгонять эти вот нижние траты, потому что это создает вот такое ощущение, что вот когда вот смотришь на людей, которые не ощущают вот этого urgency, какое-нибудь там напряжение войны, для них эти бюджеты пухнут, деньги расходуются, зарплаты они получают большие. А когда ты начинаешь анализировать там структуру там любого органа госуправления, сколько у них там помощников, сколько там референтов, сколько денег они тратят на разные вещи, да. Боже мой, это же война идет. Почему никому в голову не пришла идея простая закрыть там 80 процентов министерств, которые сейчас просто не нужны они, они просто вредят, они ищут себе работу. И выпустить этих женщин за границу, потому что госчиновники не имеют права уезжать за границу, бедные женщины мучаются. Но так бы уехали себе спокойно и была бы уменьшена нагрузка. Больше нагрузка была бы, они бы зарабатывали там еще, они бы заботились, было бы какой-то другой расклад. А так получается, что вот и множат регуляторку, и множат эти разные стратегии. Кому нужна была вот такая стратегия Национального банка в двадцать третьем году? Когда вот я ищу там в этом, считаешь, говоришь, ну ребята, скажите, вот когда можно будет в Украине получить ту же там инфляцию, там меньше, скажем, трех процентов? Нет ответа. Когда будет в Украине свободное перемещение капитала? Нет ответа. Когда там можно будет спокойно иностранным инвесторам, которые работают в Украине, выводить свою выручку там для того, чтобы своими деньгами управлять свободно? Нет ответа. И вот когда там кредитный рынок будет совершенно другой? То есть, ну если все те вопросы, которые задают иностранные инвесторы, в Луг и правительство, вот был Лугана форум, 21-го будет форум в Лондоне большой, постоянно какие-то заседания. То есть, у меня такое ощущение, что вот это вот, куда идут деньги, да, идут на шикарное представление разных плакатиков. «Invest in Ukraine», «Ukraine brave people», «Ukrainian», то есть это все красиво, но за этим всем должны стоять конкретные действия по тому, чтобы превратить саму Украину, самую благоприятную там страну для инвестирования, для бизнеса там в мире, в Европе. В этом все открыто говорят, там руководители и чиновники, да, то есть они соревнуются вот именно в этом, в презентациях, в PowerPoint-презентациях, в хлесткости лозунга, а не в сути. А когда в суть начинаешь говорить, ой, это же скучно, мы же об этом не будем говорить, потому что об этом нам скажут наши коллеги с МВФ или еще какой-нибудь организации. Ну, опять же, можно сказать, что у нас выросла хорошая школа пиара. Девочки не зря учились, они научились находить тексты для целевых аудиторий. Ну, я, кстати, вспоминаю, что раньше эти Национального банка документы, сейчас я не знаю, они печатают их или они просто в онлайн-виде, а раньше это каждый год они выпускали такую книжку с золотым тиснением обязательно в кожаной обложке, на мелованной бумаге, там 200-мм, это была такая обычно зеленого цвета книга, и потом она так ставилась, их выпускали 200 штук за кучу денег, печатали. А это что, отчет Национального банка был? И что это было? И отчеты такие печатались, и планы печатались, ну, как это называется, план развития Национального банка. То есть там масса таких книжек печаталась за кучу денег. То есть это был, кстати, в типографиях, там, это был хороший заказ. Ну, вообще-то 200 книжек. Дмитрий, у меня есть такая гипотеза, что помимо олигархов, тех людей, которые большие, да, вот эти вот механизмы полисемейкерства в Украине запускают две группы, профессиональные группы. Это пиарщики и политтехнологи. Вот те люди, которые, по сути дела, все делают, вот они реально при работе всегда. Ну, естественно, а как иначе? И каждый раз ценность профессии пиарщика растет и растет. То есть хороший пиарщик. Да, да, да. То есть хороший пиарщик. Потому что можно всегда забить голову человеку, используя инструменты, которые ты имеешь. Вот я им принципиально не пользуюсь, поэтому я плохой пиарщик, потому что я их могу только критиковать и рассказывать, как это работает. Потому что противно этим заниматься. Ну, не важно. Но, кстати, сейчас мысль потерял про… А! Для меня такое ощущение, что всем надо подарить… Вот человек начинает там чиновникам заниматься, в банке. Ему надо подарить для начала книжку Бастия «Что видно и чего не видно». Чтобы он понимал, что он делает один шаг, а потом он ухудшает жизнь целой кучей народа. То есть, вводя акции на бензин, он понимает, что он запускает целую цепочку. Он удорожает все. Да, да. Мало того, что удорожает, а соберет меньше. Потому что люди будут меньше ездить, будут меньше покупать бензина, меньше… То есть, он соберет меньше, но запустит процесс, который увеличит, наоборот, запустит инфляцию еще больше. Ну, то есть, это очевидная вещь, настолько элементарная. Иногда даже стыдно говорить, насколько это все элементарно. Нет, Дмитрий, от обратного. Вот, если бы, например, мы с вами были чиновниками. Ну, вот, такими хорошими, честными. Да, смешно. Ну, ладно. Не, ну, смешно, но мы можем поиграть в эту игру. И говорить, вот с чего надо было бы начать честному чиновнику? Да. С представления кейсов, когда увеличение налогов привело к выполнению тех целей и задач, которые они ставят. Условно, мы с вами там объездили весь мир и сказали, вот, знаете, вот в такой-то стране, там, 23-58 стран, в которых вот это сделали. И смотрите, как они хорошо бюджет сбалансировали, экономику, темпы роста увеличили, предпринимателей стало больше. То есть, какой-то позитив, чтобы были. Вот человек поднимает налоги, да. Мы ему говорим, делаем расклад, делаем там оценку воздействия этого, альтернативные сдержки показом, говорим про серый рынок, говорим про все. Что он в ответ? Нам нужно собрать 4 миллиарда гривен. Я ему говорю, ну, смотрите, вот анализ простой бюджета показывает, что вы можете полтриллиона гривен найти, если вы просто подойдете серьезно к анализу расходной части. Нету никакого ответа. То есть, стена там сидит какая-то, да. И вот мы только гадаем. Эта стена, которую построили нам враги, да, или та стена, которая построена на внутренних источниках коррупции, олигархата и просто схематоз. И вот единственное, ну, то, что стена на развитии, опять-таки, она, знаете, запускает эту вот спираль недоверие. Когда доверие было в 22-й год, да, мы доверили друг другу, там, война, все помогаем. И вот постепенно за год, да, чиновники вот такого рода, они все меньше и меньше оставляют надежды в людях, что после нашей победы мир будет другим. Ну, потому что откуда он появится, если там ни в денежно-кредитной политике, ни в налоговой политике, ни в таможне, нигде. То есть, ну, везде, куда ни прыгают. Вот мне последний буквально там сразил доклад, который буквально опубликовал Национальный банк, опросил там участников финансового рынка. Участники финансового рынка банки, страховые компании, инвестиционная компания на второе место после войны поставили 77% коррупцию. Вы представляете? То есть у них есть информация, понятное дело, да, потому что банки не с клиентами работают. И они в мае месяце говорят, вот, пожалуйста, самая вторая по величине угроза – коррупция. Ну, какие еще могут быть аргументы для президента, для органов безопасности, чтобы в конце концов радикально поменять или убить эти источники коррупции? Я написал там 8 источников коррупции, в которых все зациклены именно на государство. Нет ни одного источника коррупции, связанного, например, с бандами внутренними или с каким-нибудь там обнормальным поведением общества или еще с чем-то. Это все исходит из, опять-таки, левиафана украинского. Ну, чем больше государство, тем больше коррупция, чем больше денег проходит через, ну, это же очевидно, чем больше денег проходит через задние руки, чем более централизованный финансовый поток, тем больше можно себе отсосать. Ну, то есть это, я не знаю, мы сегодня у нас какая-то такая, мы про банальности сегодня больше, про банальности. А мы сегодня делаем передачу, называется «По мотивам Бастиа». Чего видно, чего не видно. Мы сегодня Бастиа. Ну, не знаю, для меня Бастиа это, то есть, когда можно любой процесс вообще в жизни, ты видно и не видно там. Ну, ты же видишь это, а потом ты начинаешь раскручивать и видишь тот айсберг, который внизу, который на самом деле худшая жизнь. То есть, не то, что тебе мои коллеги забивают в голову и занимаются ерундой, а вот то, что есть на самом деле. Вот мы пытаемся говорить там, что есть на самом деле, мы пытаемся постоянно показывать, вот ребята, вот смотрите, вот то, чего не видно, вот мы вам об этом рассказываем, а этого не видно. Ну, ладно. Будем продолжать, что там ничего не остается. Да? Ну, к вопросу догонать, как видно, то есть, ты сидишь в комнате, сидишь в комнате, тут за стенкой мужика, который сидит в комнате, его жена с любовником занимается любовью. Вроде бы не видно, да? И ты говоришь, да ты посмотри, что там творится. Да нет, не может быть такого. Вот мы как раз выполняем эту функцию панального, элементарного, возьми за руку, пройди, покажи. То же самое, например, там вот, это вот, там промышленная политика тема, да? Или там, вот мы говорим про видно или не видно, Бастиа, то же самое про карандаш, известно, это I the pencil, да? Я карандаш. Ну, объясни ты вот, как можно спланировать промышленную политику производства карандаша? Тут невозможно, это просто процесс, который не поддается планированию, тем более органов госуправления. Примеров вот этому, там, координации рыночной, миллионы, десятки миллионов во всем мире, но человек уперся в какое-то там, вот знаете, американцы давали деньги на DARPA, DARPA делали исследование интернета, если бы не было бы DARPA, не было бы интернета вообще. Говорят, слушайте, а почему тогда Пентагоний сделал интернет в 65-м году какого-нибудь? Почему это сделал там Билл Гейтс? Почему это сделали дабл-дабл, придумали все другие люди? Почему? Почему французы не стали в своем Atari компьютерной супердержавой в 83-м году, когда они его сделали? Эти вопросы… И все равно этот один пример возьмет, который абсолютно неудачный, начинает его раскручивать, втюхивать везде. Человек тоже… Факты не нужны. Нужны, опять-таки, чтобы люди поверили в Илья Фанна. Мне такое ощущение, что вот это вот те люди, которые с такой настойчивостью говорят про особую роль государства в экономике, в промышленности. Это люди, которые переключают внимание только на один аспект. Что дайте деньги, ресурсы государству, то есть чиновникам. И эти чиновники сделают вас счастливыми и богатыми. Нигде в истории не сделали, но вас обязательно сделают, особенно если после войны дадите там полтриллиона долларов нам в пять фондов в руки. Особенно удивительно, что все видят, кто работает чиновниками, насколько у них интеллектуальный уровень отличается ниже среднего. Ну, вообще, государственная служба во всем мире – это метод утилизации людей, которые ни на что другое не способны. За это на меня очень сильно обижаются знакомые госчиновники, но это факт. Люди, которые не способны самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, они госчиновники. Ну, что сделаешь? У них нет. Ну, нет у людей таланта. Нет таланта. Как в Америке, да? Выпускники, да? Самые лучшие выпускники идут в большие корпорации, где хорошо зарплаты. Потом идут в банки, понятное дело, да? Потом в следующий уровень идет в частный сектор, в малый и средний бизнес. Потом идет в общественные организации. Только все, что остается в этом, все идет в государство. Вот и все. Ну, это же правда жизни. Ну, в Америке с нынешним количеством государства и количеством чиновников, они сейчас вообще подбирают всех кого-нибудь для того, чтобы они не шлялись по улицам, их садят в какой-нибудь кабинет, придумывают работу, чтобы они перекладывали бумажки для того, чтобы люди чем-то… Ну, есть уже колледж образования, молодец, там ни на что больше не способны, плохо учился, играл в баскетбол. Ну, так сиди, да, переноси бумажки. Ну, таким образом утилизируют людей, чтобы они не пошли в бандиты. Хотя, кто его знает, если пошли в бандиты, может быть, больше пользы было. Быстрее их застрелили, на этом бы все закончилось. Эстетическое, вы знаете, эстетическое восприятие гендерного номер 38 в контексте культуры отторжения и культуры волк, да? То есть какие-то вещи, когда вот я читаю там диссертации, которые защищаются, или темы, факультативы, которые занимаются social sciences, и это стоит, условно, там 40-50 тысяч долларов в год, потом люди выходят оттуда с долгами там 300-400 тысяч, и потом надо отдавать. А зарплата от человека с таким образованием, ну, просто реально некуда взять, кроме там какую-то банальную ручную физическую работу делать. И это же, знаете, они потом с таким эго, они же с университетскими степенями, они же знают, чем отличаются там гендер 28 от гендера 39, да? И потом это все идет в политику, потом идет в общественный сектор, вот, и все. И вот это есть какой-то тупик, вот, с которого выйти без кризиса просто невозможно. Ну, будем надеяться, что в Америке случится кризис именно такой, что будут резать госрасходы, наконец, как-то Америка вернется к тому, что она есть, и то, на чем она строила. Или, ну, как говорит Золотарев, Запад нужно строить в Украине настоящий, и к этому и будем стремиться. Да, да, новый Запад абсолютно, потому что, нет, спрос на то, чтобы вот именно на такую среду, в которой были бы и настоящие деньги, и низкие там минимальные налоги, и частные дороги, и все частное, и государство было бы вообще там, условно там, вот армия, да, там, которая бы работала, в принципе, помните, как было в Римской империи, было честью давать деньги на армию, потому что это было супер престижно. Вот это нужно, представляете, как культуру поменять, для того, чтобы люди понимали, что это большая честь, а не просто там, вот то, что сегодня. Ну, сегодня в Украине это отдельная история, понятное дело, но если взять там, условно, эти государственные расходы, государственные функции, вот в такое мирное время, это же было вообще. Какой престиж был армии там в Украине в начале 2000-х? Сколько они там бедные деньги получали? Как они там служили? Они готовились к чему быть или нет? Я помню, там, госрасходы в 2000-х годах на армию были меньше одного процента ВВП. Меньше одного процента при развале на армии. Ну, понятное дело, расисты это все знали, они сами это, наверное, пили и разваливали. Потом думали, ну там где реально воевать некому, потому что, ну, армия не существует. До 13-го года армии не было, причем министрами обороны в основном были граждане России, которые занимались развалом армии. Либо агенты России, ну или люди, которые просто пилили деньги, распродавая вооружения, распродавая участки, распродавая… Ну, ладно. Находятся люди, которые говорят, что это был либеральный период украинской истории. Ну, государство любит, по большому счету, всякие слова брать, а потом менять им значение на противоположное. Ну, это точно. Это история известная. История известная, поэтому… Единственное, что государство будет со словом анархизм, и анархия никогда его к себе не возьмет. Поэтому будем его держать и на флаги поднимать, и никому больше не дадим. Не дадим. Ну, все. Тогда на этом будем сегодня заканчивать. Большое спасибо. Хотели быстро-быстро… Все, спасибо большое. Все-таки, да. Ну, нормально. Свой час, свой час бесплатно. Да, свой час проговорили. Я прошу прощения за проблемы, если у кого-то там у нас со звуком были. Те, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите вопросы, комментарии. Можете даже ругать. И мы критиковать, мы на критику не обижаемся. Готовы отвечать. Все. До свидания, Рослав. Большое спасибо. Спасибо. Все хорошего. До следующей недели. Пока. До следующей недели.